В этом уроке мы с вами будем разбирать вспомогательные элементы, такие как линейка и сетка. Также настроим единицы измерения и разберемся с инструментом инфа в панели пиктограмм. Первым делом давайте с вами создадим новый рисунок, точнее документ в фотошопе. Жмем файл, создать, ширина 1000 пикселей, высота 1000, выставляем разрешение 72 пикселей на дюйм, цветовой режим RGB 8 бит, цвет фона белый. Итак, жмем окей, сразу я поставлю масштаб 1 к 1, выставлю и здесь к самому краю подбежим. Итак, вообще линейка и сетка они очень сильно помогают в создании сайта. То есть, если вам, допустим, где-то нужно сделать так, чтобы разместить какую-то деталь вашего сайта и отступить от правого края, допустим, 100 пикселей, то сделать это на глаз очень будет трудно. Ну или, допустим, вот у вас здесь идет какое-то меню, а здесь у вас такая задумка, чтобы на 7 пикселей меньше отступал какой-то фон, ну то есть еще какой-то элемент. И тоже на глаз определить расстояние от этого края до этого будет довольно сложно. В этих случаях идеальным инструментом является линейка. Давайте мы ее сейчас подключим. В панели управления просто щелкните по вспомогательным элементам и здесь выберите пункт «Показать линейку». Так, я ее пододвинул. И обратите внимание, когда мы вводим мышкой по этой линейке, то у нас здесь идет по ним такая линия, как сверху, так и с левой стороны. И здесь мы можем судить вот 100 пикселей здесь находится и ниже 100 пикселей. Вот теперь мы так и так, получается, с левой стороны отступили на 100 пикселей и сверху тоже отступили на 100 пикселей. И то же самое здесь, то есть мы посмотрели приблизительно, что эта фигура находится вот на 150, сколько там, 2 пикселя. И здесь, то есть не 152, а 155 пикселей. И здесь мы уже можем отступить, допустим, на 160 или 165 пикселей. То есть здесь вот это все будет заметно, то есть видим. Если линейка позволяет настроить такие точные отступы, то сетка, она позволяет все это координировать и группировать. То есть тоже очень удобный инструмент. И если честно, сетка, она еще намного удобнее, чем наша линейка. Давайте мы сеточку тоже подключим здесь же, показать сетку. Кстати, включить и отключить сетку можно при помощи клавиши «КТРЛ» зажать и зажатой буквой «Э». Я лично только этим способом пользуюсь, потому что мне так удобнее и быстрее. Экономит больше времени, так сказать. Потому что сетку я очень часто включаю. Включаю, чтобы посмотреть общий вид дизайна, созданного мной с сайта или в процессе создания. Далее, вот посмотрите, такая сеточка у меня появилась. И здесь мы тоже можем, допустим, нам надо отступить на 400 пикселей ровненько, и сетка нам сразу это позволяет сделать. И затем она имеет деление по 10 пикселей, у меня так настроено. И мы можем сразу выбрать какой-то размер фигуры. Вот, допустим, от 40 до 500 пикселей это сразу сотня идет пикселей. И здесь размер выставить шириной, точнее высотой в 50 пикселей, допустим. Вот так вот. То есть, отпускаем. И видим, у нас получилась деталька 100 пикселей на 50 пикселей шириной. То есть, сеточка, она очень будет нам помогать в процессе создания сайта. Нарезки элементов сайта вообще, она тоже помогает очень хорошо. Поэтому ее вы тоже должны использовать в дизайне. Давайте я эти фигуры все поудаляю. И теперь непосредственно перейдем к настройке единиц измерения. Потому что у вас, скорее всего, здесь будут не пиксели, а какие-нибудь дюймы или там сантиметры. И точно будет настроено не так, как у меня. Первым делом давайте настроим с вами отображение линейки. Итак, введем в редактирование, идем в установки. И здесь выбираем пункт единицы измерения и линейки. Вы такой там найдете, появляется окошечко. И здесь мы должны настроить. Первым делом единицы измерения поставьте линейки, ой, пиксели. И единицы измерения текста тоже поставьте пиксели, если хотите. Ну, главное, чтобы вы поставили линеечку в пикселях. Далее тоже все я поставил у себя полностью в пикселях. У меня здесь стояли дюймы. Потому что, в принципе, для веб-дизайна главный приоритет в создании это именно пиксели. То есть, мы будем на них опираться и сходить из ширины в пикселях, высоты в пикселях и все такое. Поэтому я везде проставляю у себя пиксели. Дальше идем. Так, зря закрыл. Если вы тоже закрыли, идем опять в редактирование, установки. И на этот раз выбираем пункт направляющие, сетка и фрагменты. Вот он здесь ниже находится. И здесь нас интересует пункт, который называется сетка. В цвете и стиле вы можете настроить вообще внешний вид отображения вашей сеточки. Но выбирать здесь, в принципе, не рекомендую ничего. Потому что вот по умолчанию, что у меня стоит вариант, вообще всегда такой стоит. Это наиболее удобный в плане цветового решения. Но это лично мое мнение. Вы можете попробовать что-нибудь свое. Я всегда оставляю сетку в цветовом диапазоне по умолчанию. Далее. Теперь выбираем измерение сетки. То есть дюймы, сантиметры, миллиметры и так далее. Я опять же, как вам говорил, выбираю именно пиксели. И теперь линия, мы указываем, идет через каждые 100 пикселей. То есть мы берем сразу круглое число, чтобы нам потом было легче с этим всем обращаться. И обратите внимание, когда мы указываем 100 пикселей, у нас идут главные линии. То есть по вертикали и по диагонали с интервалом именно в 100 пикселей. Затем мы указываем внутреннее деление. Это получается, мы указываем деление вот этих самых квадратиков, которые получаются на еще дополнительные участки. И каждый такой участок будет высотой и шириной ровно в 10 пикселей. Что тоже очень-очень удобно. И получается, что нам потом, чтобы создавать какие-то дизайны для сайта, то есть надо вам создать менюшку шириной, допустим, в 30 пикселей и длиной в 200. Вы просто берете вот эту сеточку и выставляете 3 квадратика сюда и сюда 2 больших квадрата. То есть получается 30 на 200 пикселей. Думаю, это тоже все понятно. Теперь давайте разберем панельку инфа. Что это за такая панель? Панель тоже очень удобная. В первом случае вот этот столбик, он определяет цвет, над которым находится наш курсорчик. То есть давайте щелкнем. Видим RGB, везде 255. Это значит, что цвет белый. Ну, думаю, это понятно. И в дизайне, когда вы, если будете что-то там верстать, то цвет можно задавать как в 16-ти ричной системе, то есть там ААА, ЕЕЕ, 0, 0, 0, ну, знаете, думаю. Так и в диапазоне RGB тоже можно создавать цвет. И в этом случае, если вы там захотите узнать цвет какой-нибудь ссылки или цвет текста, вы просто наводите на него курсор и в панели инфа сразу отображается цвет в формате RGB. Далее. Следующий идет пункт, это вот этот вот XY. Это именно наша идет линейка и панель координат получается по оси X и по оси Y. Помните, я вам говорил, вот это ось X, а это ось идет Y. И когда мы вводим мышкой, мы можем здесь смотреть, сколько мы это шли от левого края и от верха. То есть, в принципе, может заменить линейку, но все равно линейка, думаю, будет удобнее. И следующий пункт, который еще здесь есть, это пункт ширина и высота. Тоже довольно удобный инструмент, если честно, я инфа постоянно использую, когда что-то рисую, какие-то объекты на своем сайте. И обратите внимание, давайте я сейчас опять возьму инструмент прямоугольник, выберу и начну рисовать. Его, видим, делаю больше, 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 больше. И обратите внимание на параметр ширины и высоты в панели инфа. Так, вот так сделаем его. Вот такой белый прямоугольник получился, выберу сеточку. И обратите внимание, так зря я убрал сеточку, ладно, заново. Рисуем прямоугольник и обратите внимание на ширину и высоту. Вот, она сразу показывает панель инфа, инструмент инфа, какой ширины мы делаем прямоугольник и какой высоты. Если вам надо именно там прямоугольник 200 на 157 пикселей, вы просто делаете следующим образом. Ширина вот 200 и высота 157. Настраивать немножечко, конечно, трудновато, но можно. Можно вот. Вот этот прямоугольник шириной 200 и высотой в 157 пикселей. Думаю, тоже здесь все ясно. Итак, благодаря тому, что мы настроили все единицы измерения, у нас сеточка стала выражаться в пикселях. Линейка тоже начала отображать свои значения в пикселях. И панель инфа тоже начала отображать свои значения в пикселях. Сразу говорю, что в процессе создания сайта мы будем активно использовать как нашу линейку, так нашу сетку и также нашу панель инфа. То есть, в принципе, когда вы будете за мной все повторять и рисовать, вы это сами все поймете. Поэтому обязательно настройте все у себя точно так же, как я настроил у себя линейку и сеточку. На этом, в принципе, все. До встречи в следующем занятии. Продолжение следует...